Я пошел на завтрак, и оказалось, что завтрака нет. Боже, как красиво! Привет, Саша! Очень много арок по всей Санта-Барбаре. Дайте мне тряпку, средства, я сам помою. Но самое смешное, что номер стоил 150 долларов за ночь. Ну что же, я продолжаю свой путь по шоссе номер один, или по дороге номер один, которая идет вдоль Тихого океана. Просто потрясающая дорога, и я не устаю говорить каждые несколько минут. Боже, как красиво! Ну, это реально очень красиво. Спасибо за хорошую погоду, потому что в интернете иногда я видел не очень красивые видео. Когда туман, когда дождь, это не круто. Вот. Спасибо за... Все. Шоссе номер один вполне заслуженно считается одной из самых красивейших дорог в мире. Располагается вдоль большей части побережья Тихого океана, штата Калифорния. Протяженность шоссе 1055 километров. Буквально каждые 100 метров от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса хочется фотографировать, снимать на видео и просто останавливаться, смотреть на бескрайние просторы Тихого, но такого могучего океана. Планируя маршрут, настоятельно рекомендую стартовать именно из Сан-Франциско, с севера на юг. Тогда океан и все смотровые площадки будут у вас справа. Это очень удобно для остановки. Извилистая дорога вдоль побережья имеет в основном сплошную полосу, и те, кто стартует с юга на север, именно из Лос-Анджелеса, имеют затруднения с поворотами налево к смотровым площадкам и часто пропускают красивейшие виды. День неумолимо близится к закату, и мне пора заселяться в отель, который я выбрал буквально утром, потому что мою предыдущую бронь бесчеловечно отменили. Но об этом подробнее я расскажу в другом влоге. Сегодняшним моим домом станет знаменитейший город Калифорнии, Санта-Барбара. Стоп! Это музыка позже, а пока... Ну что же, плита, раковину. Можно прям готовить, не переготовить. Телевизор. Зеркал, конечно же. Я люблю побольше света. Не понимаю, как они сжигаются. Ку-ку. Ну вот так как-то. У меня просто нет слов. Вчера я заселился в номер. Он был очень грязный. По раковине, по ванной, куча волос. Я пошел к менеджеру и попросил дать мне другой номер. Он сказал типа окей, дал мне другой номер, я прихожу, а там еще больше волос. Блин, я такое в первый раз вижу. Но самое смешное, что номер стоил 150 долларов за ночь. Это очень много. Ну для меня, по крайней мере, может быть для кого-то это мало. И менеджер сказал мне, что типа ему очень жаль, что это недопустимо для них. И что завтра он вернет мне часть денег. Я сказал хорошо, и он предложил мне пойти помыть, что он сам помоет сейчас мне ванну. Я сказал нет, дайте мне тряпку, средства, я сам помою. Потому что я уже понял, какое качество выполнения услуг. И что, ну я брезгую, наверное, не знаю. Всем, кто смотрел сериал, друзья, освещаются. Утром я пошел на завтрак, и оказалось, что завтрака нет. Континентальный завтрак выглядит таким образом, что это просто стоит кофе, это запечатанные кексы и мюсли. Все. Это все в отеле за 150 долларов. Ничем комната не приглянулась, мне все старое, очень стрёмное. Отель находится на шоссе. Я ночевал до этого в других отелях, все везде было идеально чисто, просто. А это какой-то космос. Поеду посмотрю на арки в Санта-Барбаре, как они выглядят. Все смотрели сериал в детстве? Санта-Барбара расположена в штате Калифорния в 140 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса на берегу Тихого океана. Первое поселение на месте современного города было основано в 1786 году, как миссия испанских францисканцев и получила название в честь святой великомученицы Варвары. Примерно вот так вот выглядит тот самый известный монастырь с известными арками, которые многие видели на заставке сериала Санта-Барбара. Очень много арок по всей Санта-Барбаре, поэтому арки это очень знаково. В сериале, который стал самым продолжительным в истории российского телевидения, показывались различные перипетии, семейные интриги и до сих пор выражение Санта-Барбара какая-то часто используется, если речь заходит о различных семейных ссорах и любовных треугольниках. Такая вот она эта, Санта-Барбара. Здесь когда-то ходили герои сериала. Вы, кстати, досмотрели все 3000 серий? Санта-Барбара. Важные трубочки Старбакс борются за экологию. Ватс и чё! Привет, Саша! Это видеообращение тебе. Ты записываешь его сейчас на парковке в торговом центре Ральф. Очень красивое место, очень классные продукты. Цены, как и везде. Черри 3 доллара, 4 доллара, 5 долларов. Ну и всё в таком духе. Бананы 60 центов или 70. Интересно, в какую сторону ехать. Допустим, в этом. Блин, я опять не протёр стекло. Вот в***. Несмотря на все неприятности с отелем, я покидаю этот город с лёгкой грустью, оставляя в памяти только самые классные моменты. Спасибо, Санта-Барбара. Санта-Барбара.